шеф повара он вернулся у которая вызвала бурю в прошлом году вернулась в третьем сезоне и после года отмеченного наградами ожидались большие события сезоном который последовал непосредственно за окончанием второго сезона и еще больше склонялся в свои творческие свободы и подходы которые он использовал в предыдущих двух частях оставил ли этот вкус такой же приятный как это что нам подавали раньше что ж давайте перейдем к третьему сезону обсудим каждого персонажа объясним концов и ответим была ли она хорошей и так давайте приступим вот третий сезон медведя объяснение концовки чтобы вы знали это видео будет содержать спойлеры каме берсата нельзя отрицать тот факт что каме хрупкая и сломленная личность его психическое здоровье повсюду и он пытается решить все это бросившись в новый проект в первом сезоне все дело было в том чтобы захватить магазин сэндвичей своего брата после его смерти тогда во втором сезоне шло ремонт ресторана в медведя в этом сезоне все сводилось к достижению успеха все его травмы определяют его личность проистекает из детства отношений с мамой шеф-повара в нью-йорке в этом сезоне первый эпизод полностью состоял из клипов о каме хотя казалось он многое пережил став шеф-поваром он мечтал быть основная травма и негатив в нью-йорке где одно событие сильнее всего повлияло на него в других местах кажется он был хорошо принят и не чувствовал ничтожество давали советы приветствовали открытой душой сообщество но все же то самое первое место в котором он оказался стало тем кем он был в последнем эпизоде была очередь когда все повара сидели на похоронах ресторан андреа терри где упоминалось что вы часто впитываете культуру которой вы являетесь и каме в значительной степени стал тем самым человеком которого он когда-то презирал и это стирается на сидни и она видит это и это заставляет ее хотеть уйти я думаю что в каме также есть чувство вины тот факт что его не было рядом когда умер его брат он не пошел на похороны и потерял связь с семьей в первом же эпизоде когда он уезжал в нью-йорк в аэропорту где все его шугар сказала ему я чувствую что никогда больше не увижу тебя и он ответил что вы увидите меня снова однако человек севший на рейс не вернулся домой он был уже измененным человеком шугар не увидел улетевшего брата это мне показалось грустным другая важная часть истории каме его желание извиниться перед клэр за то что он сказал ей когда заперт в холодильнике в финале второго сезона но он не смог заставить себя это сделать он сказал это телефону но не смог нажать кнопку вызова не буду лгать я не считаю любовную историю каме и клэр интересной и не зациклена на том что еще не разрешено потому что я чувствую в персонаже больше чем разбитое сердце от девушки которую он любит кроме того каме должен воссоединиться с донной он откладывал разговор с матерью весь сезон зная какой багаж она приносит и страх что его разум вернется к негативному однако каме должен понять что он в негативной реальности полной стресса и хаоса что безусловно передала его мать не желая думать он понимает что они больше похожи каме каждый день менял меню стремился повысить уровень ресторана до звезды это означало что он тратил все больше денег а бизнес просто не приносил ресторан не мог продолжать поэтому джимми сказал при плохом отзыве он сокращает финансы и продает в конце эпизода мы увидели отзыв мы не видели полный отзыв но были слова небрежный нестабильный простой разочарован отнимите пережарили уставшие и затхлые похоже отзыв будет не лучшим что значит что впереди неопределенные времена для каме и ресторана дружба каме и ричи тоже в этом сезоне была приобщена к свету после ссоры которая у них была в последние моменты второго сезона и которая так и не разрешилась к концу этого сезона учитывая что они избегали друг друга на похоронах это вражда идеально подытожена этим кадром показывающим лидеров ресторана с их сталкивающимися взглядами каме контрол фрик и не терпит перемен поэтому трения всегда были однако моментом в этом сезоне для каме была встреча с человеком с которым он всегда хотел встретиться снова человеком который причинил ему травм и как ожидалось он даже не мог вспомнить имя каме и сказал что вообще о нем не думает интересно было то что его взгляды на то что такое быть хорошим шеф-поваром так отличались от взглядов всех кто был внутри ресторан слушая их рассказы как они делились опытом в процессе обучения наблюдая за развитием своих клиентов он был антоподом он стремился сломать поваров остановить время а не позволять каждой секунде быть ценной заставляя их уйти от мира за кулинарией они больше не будут прежними убивая части разума чтобы умение росло каме потратил много чтобы достичь сегодняшнего положения и теперь он задается вопросом достоин ли этого жизнь в хаосе стрессе неопределенности сожаление и зарабатывание на жизнь это продолжится по мере развития шоу съемка три и четыре сезонов идет одновременно я чувствую что это будет ключевой темой но я не думаю что он изменится пока по-настоящему не разберется с проблемами и я думаю что все начинается с донной у сидни были свои демоны этим шоу не самотворные навязаны другими каме хотел ее в бэр предлагал партнерство но она откладывала и не подписывала по ряду причин я чувствую стемнело от хаоса она не знала справиться ли долгосрочно со временем я думаю причина преобразовывалась и это было то что она не могла принимать решение ей не дали истинное признание за работу статьи о ресторане хвалили каме за бэр и еду сидни не упоминалась несмотря на значительную роль в этом кроме того шапира из ресторана андреа хотел открыть свое заведение и он хотел чтобы она была шеф-поваром это позволило бы ей владеть всем помещением меню темой всем это была ее мечта поэтому это остановило ее от подписания контракта и продолжения потому что она боялась рассказать каме люди меняются под влиянием окружения вот что происходит с сидни наследие главная тема этого сезона шоу особенно в ресторане каме рассказала о том как повара обучаются там где работают и как они продвигаются дальше части мест где они работали начинают просачиваться в другие и в итоге получается связанная сеть того что они узнали теперь сидни начинает внедрять хаотическое мышление каме которое передалось ей и она не знает что делать с напряжением думаю она хочет уйти это влияет на ее мечту она боится влияния на каме и всех в офисе последний раз видели как она читала статью о развитии бифа с городом видели кадр главных героев из первого сезона по сравнению с нынешним днем она понимает значение семьи кулинаров это больше чем просто ресторан был кадр с каме из первого или второго сезона произошло с сидни в этом сезоне она была под влиянием паники в конце сезона показывает что она превращается в каме как я упоминал ранее все шеф-повара обсуждали веселье работы и развития навыков и различные моменты руководства своего наставника но у сидни этого не было с каме у нее была роль на кухне но она бессильна не получила похвалы это вынудит ее уйти ричи ну люблю ричи как персонажа в первом сезоне он мне не очень второй сезон его спас в этом сезоне увидели как он взрослеет история ричи в этом сезоне шоу довольно грустно он по-настоящему одинок и это ощущение это подытожилось когда он говорил с шугар он был стив когда начались роды день до этого был с майки прежде чем закончить историю он заплакал жизнь которую он любил осталась в прошлом у него был друг жена семья теперь у него нет ничего из этого ну не так как раньше тиф вышла за другого давайте также вспомним что он и каме не были такими друзьями какими они были в его жизни было много пробелов ни один отец не хочет чтобы его ребенок переживал за него когда он сказал что не хочет чтобы и вид думала что он одинок это было сердце разъемы когда он наконец снял свое обручальное кольцо и понял что не вернуть тиф это показало что он наконец готов отпустить эту часть своей жизни и начать строить свое будущее он хотел ненавидеть фрэнка но не мог он не хочет идти на свадьбу но по-моему пойдет он заботливый человек и единственная настоящая семья для тиф поэтому скорее всего он проигнорирует свои чувства чтобы удостовериться что она чувствует себя хорошо ричи был против каме в течение большей части сезона особенно когда дело касалось того что каме был на упрям потому что каме просто взял и не ворные вопросы которые каме реализовывал это потому что каме брал на себя управление никому не разрешая делать что должны считаю отношения начнут восстанавливаться когда каме решит все укорененные проблемы также чувствую что ричи вероятно вступит в роман с джесс всегда была связь но то что они воссоединились во второй части сезона показала что между ними может быть будущее что как я думаю послужит развитию его персонажа в положительном ключе тина лайк во втором сезоне где маркус и ричи получили эпизод отдали тине весь эпизод мы видели как она в итоге работала в заведении потеряв работу на 15 лет и не находя новую тина однажды зашла в биф и разговорилась с майки которая была на грани нервного срыва это был такой прекрасный момент оба поделились своими проблемами в основном просто выслушивая друг друга зная что с майки случилось то что он покончил с собой и услышав как он ценил разговор показывает нам как это было важно для него майки изменил жизнь тины в этот день и дал ей шанс когда никто другой этого не сделал он включил ее в свою семью в то время когда она собиралась потерять все я считаю что этот эпизод помог нам увидеть некоторую ясность почему тина так сопротивлялась изменениям в первом сезоне шоу потому что там было знакомство и страх потерять работу снова плюс карме и сидни меняли то что было поставлено тем кто был ей действительно не безразличен что изменил ее жизнь тина в этом шоу через многое прошла но приятно было наконец увидеть за маской увидеть кое-какие эмоции и понять как она там оказалась хотя эпизод был а тине он также почувствовал как он пролил свет на людей которым приходится повторно входить на рынок труда когда они немного старше и они обнаруживают что пространство в котором они когда-то ориентировались настолько отличается от того каким оно было когда они впервые в него вошли почти как будто они были забыты и оставлены позади многие люди лояльны к компаниям и увольняют их а затем им приходится конкурировать с людьми которые моложе а также в среде где цели изменились а степени затмевают опыт как ни странно так что это был эпизод который как мне кажется многим людям будет близок шугар шугар получила свой шанс блеснуть в восьмом эпизоде который действительно воспринимался как эквивалент шестого эпизода прошлого сезона тот что был полон хаоса и действительно заставлял нас чувствовать себя неловко при просмотре будь то из-за крайне близких планов лица перебивание которое не утихала донна или сердцебиение под эпизодом шугар начала роды и поскольку никто не отвечал последнюю звонила маме когда приехала донна хаос начался но в хаосе была красота этого эпизода это был эпизод который стал поворотом в отношениях натали и матери завершившись прекрасно важные события часто сближают семьи и это был именно такой случай натали не сообщала матери о беременности хотела родить ребенка без хаоса и драмы она любит мать но не любит сопутствующий груз с ней и это была одна из самых глубоких мыслей и тревог натали весь этот сезон надежда не оказаться как ее мать и быть хорошей когда натали спросила у донны какой была ее мать потому что она не могла вспомнить донна ответила ты не хочешь знать это по-моему говорит нам все что нам нужно знать о том почему донна такая какая она есть как и карме донна продукт своей среды и воспитания и вероятного хаоса там поэтому я с ней согласен когда она это сказала мы видели как донна была матерью впервые в шоу и хотя они обе не могли сказать друг другу я тебя люблю песня которую донна играла для натали которая играла когда натали родилась были слова малыш я тебя люблю с натали даже отправивший сообщение матери когда вернулась домой я думаю это показывает что их отношения будут меняться впереди маркус в этом сезоне особо не участвовал но его действия думаю связаны с четвертым сезоном мы видели маркуса последний раз во втором сезоне когда умерла его мать и карме разделила его горе но маркус не хотел зацикливаться на горе он просто хотел вернуться к работе как бы хотела мать у маркуса был сильный момент в этом сезоне он произнес речь на похоронах и мы все почувствовали его боль казалось он работал над десертом в честь матери хоть он и не закончен но думаю появится в следующем сезоне мое мнение о третьем сезоне было здорово видеть медведя на экранах спустя год это лучший сезон нет но это не значит что он плохой второй сезон был невероятным шедевром телевизионного сезона эпизод был великолепен сам по себе но на мой взгляд не для этого были выдающиеся как эпизоды 1 6 и 8 до финальных но они не так впечатлили как сезон 2 первый эпизод был особенно хорош и необходим мы мало знали о каме до встречи с ним кроме странного эпизода из 6 сезона 2 просмотр его полного пути от отъезда из чикаго до момента узнания о смерти брата принес ясность и позволило увидеть персонажа по-новому реальность историй катагора и мы видим на экране ощущается нами будь то каме сидни тина ричи или маркус все они впечатляют и кажутся близкими даже если мы никогда не встречались с подобными жизненными обстоятельствами эпизод 2 который в основном был вокруг столешницы на кухне был очень хорошо структурирован все дело было в том что разговор становился более хаотичным и к нему добавлялись слои операторская работа на которой была сфокусирована переходить к человеку говорящему в слову а затем огрызаться когда кто-то сказал бы что что-то другое было действительно умной техникой которая добавила небольшую грань неудобства к нему я также рад что мы увидели больше майки в этом сезоне шоу он главная причина по которой многие персонажи делают то что они делают и находятся в том положении в котором они находятся в своей жизни так что видеть снимки того какими они были раньше и как они взаимодействовали с майки это то что я действительно ценю было очень похоже что третий сезон был чем-то вроде например часть 1 из 2 особенно из-за того что она была оставлена на клиффхенгере а также тот факт что сезоны снимались в одно и то же время следуя друг за другом нет другого шоу похожего на это и я действительно люблю его она настоящая творческая глянцевая грубая по краям и заставляющая нас чувствовать себя некомфортно но знаете что это наше чтобы наслаждаться и так вот оно объяснение концовки третьего сезона медведя